Добрый день, мои дорогие! В этом выпуске мы расскажем об удивительных семенах, которые подарят вашему организму молодость и долголетие. Речь пойдёт о самом обыкновенном укропном семени. Практически все добавляют зелень укропа в салаты, горячие блюда, супы, но о том, что семена укропа можно широко использовать в лечении, профилактики заболеваний знают мало. Это действительно дар природы, который помогает сохранить красоту и молодость, что будет проявляться не только внешне, но и внутри организма. Большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов, полиненасыщенных жиров помогают бороться с самыми различными заболеваниями, укрепляя и обновляя системы и органы, улучшая самочувствие и возвращая молодость. Укроп обладает целым рядом полезных свойств. Это натуральный антидепрессант, антиспазмолитическое и желчегонное средство, стимулятор выработки кишечных соков, способствующих пищеварению. Также он помогает быстро заживлять и восстанавливать повреждённые ткани, окажет противовоспалительное действие, способствует усиленному потоотделению и выведению токсинов, помогает уменьшить газообразование и способствует стимуляции лактации. Семена укропа содержат всю группу витаминов В, витамин С, железо, медь, марганец, магний, фосфор, калий, кальций и прочие полезные вещества. Также в своём составе этот продукт имеет полиненасыщенные жиры. Железо усваивается лучше в комплексе с витамином С. Дефицит этого витамина приводит к ослаблению иммунной системы, заболеваниям дёсен, зубов, носовым кровотечением из-за хрупкости капилляров. Если в организме не хватает калия, то возникают такие проблемы, как повышенный сахар в крови, аритмия и повышенное давление. Недостаток кальция может привести к проблемам с суставами, костями, зубами, ногтями, а также нарушениям работы сердца. Удивительно, но факт, что все эти элементы можно получить всего лишь употребляя один продукт – семена укропа. Эфирные масла в составе семян укропа дольше сохраняют своё действие, чем масла в высушенной зелени. Как видите, у этого растения богатый химический состав, который и обуславливает такое большое количество полезных свойств. Как правильно воспользоваться этими свойствами, мы расскажем прямо сейчас и предложим вашему вниманию целый ряд рецептов для лечения укропным семенем. Чтобы вылечить сухой кашель, вскипятите в течение 5 минут стакан воды с добавлением чайной ложки семян. Снимите с огня и добавьте к горячему отвару чайную ложку мёда и тщательно размешайте. Оставьте настояться на 2 или 3 часа, а затем принимайте 5-6 раз в день по 2 столовые ложки. Это средство также поможет облегчить состояние больного при бронхите и пневмонии. Плоды укропа разжижают и выводят мокроту. Приём этого средства не даст мокроте застаиваться в бронхах, а болезнетворным бактериям не позволит размножаться. Если кашель вас совсем замучил, это верное средство от него избавиться. При аритмии варить столовую ложку семян укропа в литре воды в течение часа на минимальном огне. Затем отвар остудить и процедить. Полученного объёма хватит для трёхдневного применения. Принимать необходимо по 100 мл 2-3 раза в день. Отвар хранить в холодильнике. Средство также будет эффективно и при гипертонии, и при атеросклерозе. Химические вещества в составе укропного семени расширяют сосуды, что способствует снижению давления и нормализации сердечного ритма. Кроме того, приём такого средства будет способствовать лучшему насыщению тканей и органов кислородом за счёт улучшения кровообращения. Плюс ко всему, положительно на сердечно-сосудистой системе скажется приём семян укропа за счёт их антихолестеринового действия. Укропный отвар помогает и при цистите. Для этого на слабом огне необходимо отварить 1 чайную ложку семян в 500 мл воды. Держать на огне в течение 10 минут, а после принимать дважды в день по 50 мл средства. Курс лечения составляет 7 дней. Воздействие средств из семян укропа на мочеполовую систему обусловлено, во-первых, сильным мочегонным действием. При этом активно выводятся токсины из организма. Наличие в составе семян фитонцидов и витамина С способствуют эффективному подавлению воспалительных процессов. Укроп оказывает успокаивающее действие, поэтому если вас беспокоят проблемы со сном, то попробуйте следующий метод. Возьмите 2 чайных ложки укропного семени и 10 г корней валерьяны. Измельчите и залейте одним стаканом чистой воды. Полученную смесь необходимо довести до кипения и перелить в термос, где отвар будет настаиваться в течение суток. Вечером следующего дня перед сном выпейте полученный настой, предварительно добавив в него немного мёда на ваш вкус. Выпейте весь получившийся настой и наслаждайтесь приятным сном. Если вы кормящая мать и вам кажется, что грудного молока прибывает недостаточно, не переживайте, а лучше приготовьте такой отвар. Подготовьте семена фенхеля, аниса, тмина, ячменя, укропа, шишки хмеля. Каждого ингредиента возьмите по чайной ложке и залейте литром воды. Доведите состав до кипения, остудите и пейте вместо чая в течение всего дня. При повышенном газообразовании, метеоризме, а также нарушениях пищеварения, попробуйте приготовить следующее средство. Настоять в течение 15 минут 10 г семян укропа, залитых литром кипятка. Выпивайте по 100 мл средства после каждого приёма пищи. Газообразование заметно уменьшится, и вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно после еды. Такой настой поможет стабилизировать работу кишечника, нормализовать перистальтику и снизить кислотность желудочного сока. Чтобы вылечить анемию, подготовьте столовую ложку смеси семян и листьев укропа и залейте её стаканом молока. Доведите до кипения и оставьте на медленном огне ещё в течение 15 минут. Процедите и пейте трижды в день по три столовые ложки средства. Курс лечения составляет 2-3 недели. Также считается, что семена укропа обладают и противораковым свойством. Исследования показали, что экстракт семян действует на некоторые виды опухолей и способны подавлять рост её клеток. Приём средств на основе этих семян даёт мощный антиоксидантный эффект, выводит токсины из организма и борется со свободными радикалами и канцерогенами. Если вы решили самостоятельно заготовить сырьё, то приступать к сбору необходимо тогда, когда зонтики укропа ещё не до конца высохли. Возьмите широкие полосы бумаги и выложите на них цветоносы и расположите в тени. После их полного высыхания достаточно будет лишь встряхнуть сухие зонтики, и все семена окажутся на бумаге. Хранить семена лучше в полотняных мешочках, либо в банках с плотно закручивающейся крышкой. Храните их в тёмном сухом месте. Семена укропа широко применяются и в кулинарии. Их добавляют и в выпечку, и в горячие блюда, и в соление, и в салаты. Эти семена отлично сочетаются в качестве приправы с отварным картофелем и тушёной капустой. Занимательный факт – в размолотом порошкообразном виде семенами укропа заменяют соль. Можете себе представить, если регулярно добавлять семена укропа в горячие блюда, то буквально через месяц вас перестанут беспокоить отёки на лице, а чуть позже и на ногах. Лишняя жидкость будет постепенно выводиться из организма, что также положительно отразится на вашей фигуре. Кстати, эфирные масла из укропа отлично усваиваются организмом и не улетучиваются при термической обработке. Улучшится состояние сердечно-сосудистой системы, нормализуется давление, если вы гипертоник, повысятся защитные силы организма. Вы заметите лёгкость в теле, подъём настроения, отсутствие проблем со сном, что беспокоили вас ранее. Если такой эффект производят семена, просто добавленные в горячие блюда, то целенаправленное лечение при помощи настоев семян наверняка даст более устойчивый результат. Важно соблюдать дозировку и проводить лечение курсом. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем применять эти рецепты. Имеются противопоказания для использования укропных семян в качестве лекарственного средства. При наличии хронических заболеваний мочеполовой системы, а именно мочекаменной болезни, стоит отказаться от приёма средств на основе семян, так как они могут спровоцировать активное движение камней. Это может привести даже к закупорке мочеточника. Если у вас пониженное давление, то отвар из семян укропа только ухудшит состояние. Можно почувствовать слабость в теле, головокружение, нарушение зрительной функции и временную потерю координации в пространстве. Согласитесь, что это точно ни к чему, особенно в разгар рабочего дня. Аллергикам не рекомендуется принимать укропные семена, даже если аллергия вовсе не на них, а абсолютно на другой продукт. Дело в том, что ароматические масла в составе семян могут обострить состояние и ухудшить самочувствие. С большой осторожностью принимать лекарственные средства на основе семян стоит беременным женщинам и детям. Но если роды провоцируют повышение давления, то здесь с помощью отвара укропа можно обойтись без таблеток. Помните, что средства на основе плодов укропа не могут самостоятельно вылечить болезнь. При наличии симптомов патологии обязательно обращайтесь к врачу, а лекарственные настои и отвары из семени укропа можно использовать в комплексе с основным лечением. Это действенно, дёшево и доступно. Можно посадить укроп прямо у себя дома на балконе или подоконнике и, не выходя из дома, наслаждаться его зеленью, а после заготовить собственноручно выращенные семена. Если вам было интересно и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!